Здравствуйте, мы беседуем с Катей. Здравствуйте, Катей. Здравствуйте, Борис. И мы хотим поговорить о отношениях между близкими, между родственниками. Вот, тут мы предварительно как бы обсудили, да, как же решать положение, когда, скажем, мама обижена на папу и переносит эту обиду на своих детей, вот как вы бы с этим справлялись и справляетесь? Да, мне кажется, эта тема сейчас очень актуальна в наше время, так как, ну, семейные отношения, это вообще очень такая тонкая грань и очень важно и для детей, и для родителей, вот, но, то есть, я такой человек, который всегда старается все говорить в открытую, то есть, я стараюсь не скрывать свои эмоции, чувства. И, то есть, я маме всегда говорила это, то, что если у тебя есть обида на папу, да, это ваше личное отношение между тобой и папой, да, тем более папа уже нет, его не стало, он ушел из жизни, и, как бы, какие-то нерешенные проблемы, получается, ну, ты, мам, должна уже закрывать, как бы, сама, с какими-то специалистами, но на нас переносить, как бы, это нельзя, вот, потому что ты для нас все равно всегда останешься мамой, самой лучшей, а папа там всегда останется самым лучшим папой, вот, и, да, ну, мне кажется, для этого есть свои специалисты, психологи, психиатры, если, например, человек сам не может с этим справиться, с какими-то своими внутренними вот проблемами, неразрешенными вопросами, да, то нужно, значит, обращаться куда-то, там, еще что-то, ну, то есть, мама моя занимается всякими практиками, ну, сейчас уже стало получше, спустя, там, в следующем году тут будет 10 лет, как папа не стало, вот, и, получается, уже стало получше, но, конечно, первые годы было очень тяжело, ну, потому что маме было тяжело, и нам было тяжело, ну, в общем, в сессии не было тяжело, вот, как-то так вот мы справляемся с этим, разговариваем честно, открыто, вот, обсуждаем эту тему, чтобы не копить в себе вот этот негатив какой-то, не копить в себе эти эмоции, а наоборот все друг другу выговаривать, вот, просто очень в корректной форме, так сказать, не кричать, не ругаться, не выяснять отношения, вот. А вы считаете, вы не перенесете те же самые проблемы, те же самые вещи в свои отношения с будущим ребенком? Да, я вот об этом думала, так как я сейчас в положении нахожусь, и, ну, как бы, я думала не только про ребенка, а также еще про мужа, потому что я знаю, что отношения семьи, они, ну, не то, что переносятся, но, как бы, ты видел картинку семьи, как ты рос, и, то есть, для тебя это, как бы, как нормой становится, и ты начинаешь переносить это на свою семью, и я стараюсь всегда от этого, ну, от этих мыслей уходить, и у меня очень хорошее отношение с родителями мужа, вот, то есть, и я вижу, ну, то есть, они для меня как пример такой семьи, вот, я вижу, как они друг друга поддерживают, они всегда вместе, то есть, у меня у мужа, бабушка с дедушкой уже там в браке 50 лет даже больше, мама с папой там больше 25 лет, и, как бы, они для меня как такой основной пример сейчас. семейных ценностей, вот, ну, для меня, моя семья, конечно, там, мама с ее самой лучшей мамой, а папа, там, да, папой, вот. Вы ревнивая? Ну, если мне не дают повода, то я не буду ревновать, как бы, я достаточно спокойно, то есть, я считаю, что у каждого человека должно быть свое время для себя, время с друзьями, время с какими-то там знакомыми, то есть, если у меня муж куда-то там хочет пойти, например, или еще что-то с друзьями, то есть, я к этому всегда очень, наоборот, с радостью отношусь, потому что я считаю, что каждый человек должен чувствовать себя в отношениях свободно, то есть, нельзя чувствовать то, что тебя заперли в клетке, сидишь и не можешь там ни направо, ни налево выйти, вот, поэтому я не очень ревнивая, но муж, мне кажется, у меня более такой, он не то, что ревнивый, он больше такой прямо собственник, вот. Ну, например, что для него считается недопустимым? Ну, например, я помню, я как-то хотела пойти фотографироваться, ну, на фотосессию, там, в белье, например, да, и меня позвал его друг, он фотограф, и у меня муж сказал, что нет, это табу, типа, в белье я могу видеть только тебя, ну, в смысле, что никто тебя больше не может видеть в белье, даже на фотосессии, неважно, для себя, не для себя, для кого, то есть, для него это табу, то есть, фотосессии, там, в белье какие-то такие, вот, ну, в принципе, наверное, только одно такое, ну, понятно, что, там, я не интересуюсь другими мужчинами, мне это неинтересно, там, у меня все хорошо в моей семье, вот, и я даже повода не ищу, как бы, никакого, ну, и муж у меня также, то есть, мы очень такие семейные люди, вот, и очень ценим время с друг другом, потому что он очень много работает, я очень много работаю, и у нас очень такие разные графики работ, и мало времени удается провести время, и мы очень ценим это время, проведенное вместе, прям, стараемся наслаждаться этим временем, ну, вот. Ну, а что вы считаете недопустимым для него, что вызвало бы у вас ревность? Ну, у меня не вызывало никогда ничего ревность по отношению к нему, потому что он не давал повод, то есть, он не общается ни с какими девушками, то есть, он не дает мне никакого повода ревности, то есть, к друзьям я его не ревную, может, некоторые девушки, там, жены ревнуют к друзьям, я к друзьям его не ревную, потому что я считаю, что это неотъемлемая часть жизни друзья, вот, с которыми нужно поддерживать отношения, общение, несмотря, там, на какие-то изменения в жизни, на новую работу, новое место жительства, там, пополнение в семье, то есть, друзья должны оставаться всегда, нужно с ними общаться, это важно. А вы любите обижаться? Обижаться? Ну, вообще, я не люблю обижаться, но иногда мне бывает обидно за ситуацию или как люди со мной поступают, например, как-то неприятно, знаете, вот, и, в принципе, я эмоциональный человек, то есть, я очень легко могу, там, заплакать, может, да, там, когда мне обидно, но у меня мама всегда учила, что нельзя держать эмоции в себе, если тебе хочется поплакать, значит, лучше надо поплакать, выпустить эту энергию, плохие эмоции какие-то, как-то очиститься изнутри, и тогда тебе станет легче, вот, поэтому, я не обидчивый человек достаточно, но, но эмоциональный, да, вот. Вот, как у вас ощущение, то, что в вас развивается новая жизнь, нет человека, и сейчас появится новый человек, ну, как вы психологически к этому подготавливаетесь? Ну, для меня это вообще, как бы, ну, я считаю, что появление ребенка, это как, знаете, как дар Божий, ну, потому что в наше время с нашей экологической, политической системой, так сказать, в мире, вот, не каждая женщина может забеременеть, или ей не так легко это дается, ну, и, как бы, для меня это как определенный, да, такой дар, вот, вынашивать новую жизнь, новую душу, вот, и психологически, ну, то есть, ну, я всегда стараюсь медитировать, это я еще делала до беременности, хотя бы 5-10 минут в день, то есть, медитация, просто закрыть глаза, либо, ну, либо медитация без звуков вообще, то есть, наедине с собой, со своими мыслями, вот, либо медитация с помощью, там, на ютубе видео какие-то медитации, да, например, которые помогают ослабиться, помогают ни о чем не думать, да, вот, вот, и, что еще хотела сказать, а, ну, я занимаюсь йогой еще, чтобы, ну, как бы, для себя, для своего тела, для души, для ребенка, специальная йога для мам, вот, поэтому как-то так. Уже известен пол? Да, 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 уже известен, уже мальчик будет. Здорово. Ну, значит, получается, что это его первое выступление в ютубе. Ну, да, да, это его первое выступление. Ну, вот, да, я очень рада, что... Каким вы видите мир, каким бы вы хотели, чтобы был мир для вашего ребенка? Я бы хотела, чтобы он не знал бед, так сказать, чтобы он всегда был счастливым, здоровым, чтобы его родители, по возможности, как бы оставались рядом, поддерживали друг друга, вот, вот, и поддерживали ребенка во всех его начинаниях, во всех его... Поддерживали эмоционально, если у него там какие-то грустные или радостные моменты, чтобы родители всегда были рядом, не всегда ни на что. Вот, примерно как-то так. Ну, вас беспокоит то, что процент разводов доходит уже до 80%? Я стараюсь об этом не думать, потому что статистика есть статистика, люди умирают от ковида, люди умирают от гриппа, люди разводятся, люди сходятся. Я стараюсь не смотреть за этой статистикой, потому что не накручивая себя лишний раз, стараюсь, наоборот, как-то на позитивной волне решать, если есть какие-то проблемы, то есть мы с мужем никогда не кричим на друг друга, мы, наоборот, всегда стараемся разговаривать спокойно, тихо, сели, обсудили, что кому не нравится, если у меня есть какие-то к нам вопросы, если у него есть какие-то вопросы, то есть мы дома, у нас нет криков, так сказать, криков, коров, вот, и для меня это как-то здоровые отношения, так сказать. Приведите пример, когда вы что-то решили миром, какую-то проблему. Даже, знаете, мелкие бытовые вещи какие-то, то есть мы никогда не ругаемся, там, из-за того, что посуда в раковине или еще что-то, там, когда что-то там грязно дома, мы никогда не ругаемся, то есть, а миром, ну, какую-то проблему, даже, не знаю, надо вспомнить, что такое. Крайний раз было, что это очень редко происходит, проблемы, слава богу. Вот. Давайте поговорим об адаптации как бы в канадском обществе. Как она у вас проходит? Вы вот здесь уже третий год, да? Третий год, да, да. Ну, у меня адаптация произошла быстро, потому что, ну, мне муж очень в этом помог. Он, то есть, мне так много рассказывал, когда я в России была, про Канаду, то есть, я была примерно плюс-минус готова в Канаде. Вот. Ну, и я такой человек, мне очень легко, то есть, найти общий язык с людьми, да. У меня сначала тяжело было в плане языка, несмотря на то, что я хорошо знала английский, но мне как-то, у меня был страх говорить, именно, знаете, вот свободно, спокойно обсуждать такие темы, вот. Но я поняла, что нужно себя перебарывать, то есть, нужно начинать говорить. Пока я не начну, я не заговорю. Вот. И я прямо, то есть, целенаправленно говорила мужу, там, мы идем куда-нибудь в кафе или там, ну, в кофейню, и я там, все, я сама закажу, не надо за меня говорить, то есть, целенаправленно, как бы через себя, так сказать, чуть-чуть переступала, вот. И, да. А в плане менталитета, в плане всего, ну, для меня, там, в плане каких-то деталей, то есть, в любой стране будут свои плюсы и минусы, это будет всегда. Не бывает идеальной страны для местожительства, и это понятно, ну, для меня лично, да. Вот. То есть, я вижу в Канаде плюсы, вижу в Канаде минусы, но я такой человек, я могу жить везде. Мне и в России хорошо было, ну, жилось, и здесь мне хорошо живется, это главное, какие люди тебя рядом окружают. Вот это вот для меня самое главное. Твоя семья, твои близкие, а то, что остальное, это все мелочи для меня. Как вы ощущаете, вот, современное положение? Не чувствуете ли вы какого-то предвзятого отношения из-за того, что вы из России? Нет, я не чувствую. То есть, я живу в районе, где, как бы, живут очень много людей, которые только приехали с Украины, беженцы. У меня есть подружка с Украины, с Мариуполя, которая, ну, у которой семья оказалась в очень тяжелой ситуации, так сказать, очень сложной. Вот, но я не стесняюсь говорить, что я с России, потому что я, ну, как бы, этим людям ничего плохого не сделала. Это был не мой выбор, да. То есть, я не могу отвечать за своего президента, так сказать. Поэтому я не сталкивалась ни с какими дискриминационными проблемами, с каким-то негативом, враждой. То есть, лично, в меня это, как бы, никак не попало, так сказать. Но я слышала, что, да, некоторые люди, да, они осуждают, они оскорбляют, но я, слава богу, этого не почувствовала в себе. Вот, я общалась с людьми, которые приехали с Украины, я их искренне поддерживаю, потому что я не представляю, каково это потерять там свой дом, приехать в новую страну, там, когда тебе, там, 40-50 лет, и начать жить заново, так сказать, это очень, ну, тяжело. Даже в молодом возрасте это тяжело, когда тебе 20 лет, а когда ты уже более взрослый, у тебя все стабильно, ну, то есть, это очень тяжело, да. То есть, случившееся для вас было неожиданностью? В смысле, случившееся между Россией и Украиной? Нет, это не было неожиданностью, это все к этому шло еще в далеких, там, 2014-х, 2014-го года, или, там, даже до этого еще, вот, это как бы было как-то не то, что прям бах и упало на голову, но просто это все очень неприятно лично для меня, то есть, я стараюсь в лишний раз насмотреть новости, особенно в таком положении, не хочется, чтобы был негатив, еще что-то, поэтому, да, я стараюсь избегать всего негатива, так как это влияет уже на малыша напрямую, и я не хочу, чтобы это влияло на него. А как строятся ваши отношения с вашими знакомыми, которые остались в России? Да, я поддерживаю отношения с друзьями, вот, и общаюсь, ну, с семьей, там, ну, с друзьями тяжелее становится, потому что все-таки тут начинается новая жизнь, свой быт, свои заботы, и как бы тяжело и с разницей времени поддерживать уже отношения, но я стараюсь, да, с близкими подругами, друзей много не бывает, как я верю, но они есть, они всегда останутся всю жизнь, если вы действительно, как бы, любите друг друга, помните друг о друге, вот, мы списываемся с подругами своими, да, спрашиваем, как дела, там, новости друг другу, там, личные какие-то передаем, переживания, вот, поэтому, да, я стараюсь поддерживать связь. Вы написали мне, что вы увлекаетесь машинами? Да, мой муж просто очень любит машины, вот, и он мне очень много про это рассказывает, про марки, про внутренности, про ремонт, и все такое, там, про выхлопы, не выхлопы, как все делать, то есть я не могу сказать, что я увлекаюсь прямо очень глубоко, то есть я не знаю, как ремонтировать машину, но я увлекаюсь, как бы, на, как девушка, так сказать, мне нравится машина, мне нравится ездить, я люблю хорошие машины, я понимаю, как чувствовать машину, вот. Ты когда-нибудь пробовали ездить на Тесле? На Тесле нет, но по опыту моих друзей это не очень хорошая машина. Что говорят? Ну, то, что качество салона не очень, то, что шумоизоляция очень плохая, ну, и вообще как бы, ну, в ней есть плюсы и минусы, так сказать, для экологии, в какой-то степени она хороша, но опять же, мой муж говорит то, что батареи, которые они производят, чтобы их произвести, и потом... Да, и они не утилизируются никак, то есть это тоже как бы такой штамп для экологии, я считаю, вот. То есть вы считаете, это все-таки больше показуха, чем продвижение? В сторону. Да, я считаю, что это... Я еще как-то смотрела фильм, я увлекалась там вегетарианством, веганством, и там один молодой человек, он делал, ну, такой ресерч определенный, вот, и он там, получается, объяснял то, что все вот эти вот компании, которые, Greenpeace, там, все такое, все их спонсоры, это компании, которые связаны, там, с мясом, знаете, там, с бензином, и все такое, то есть на самом-то деле, как бы, эти выхлопные газы, они не так плохо, как, например, там, выращивание, вот, там, скота, вот этого, знаете, там, коровы, то, что, там, американцы потребляют очень много мяса, знаете, они, у них нет какого-то разумного, а вы веган или нет? Я не веган, но я не ем свинину, вот, у меня папа был мусульманином, и, как бы, ну, я не ем, потому что не по вере, не по религиозной, а просто мне не нравится вкус, вот, как-то так, но, я не очень люблю мясо, если честно, то есть, я считаю, что человек может наесться и без мяса, вот, если он полноценно питается, не то, что там съесть рис один и все, а если наполнить свой рацион, так сказать, полезными веществами, минералами, то я считаю, что человек, да, может наесться достаточно, даже без мяса. Вы писали, что занимались танцами, какими танцами? Да, я занималась, ну, разными танцами, бальными 10 лет, вот, и занималась хореографией, вот, и сортеленными танцами, да, как-то так. А где вы учились в России? Я в России не получала высшее образование, я уже здесь получала, в Канаде, я училась в колледже, на танцевальной программе, вот, и я хотела, ну, как бы продолжить в этой сфере работать, но я забеременела, и поэтому пока что нет возможности такой, но я уверена, что я буду заниматься тем, чем я люблю, что у меня получается, я всю жизнь этим занималась, вот, как-то так. Вы не поверите, я тоже брал уроки танца. Да, почему не поверю, я считаю, что любой человек может танцевать, неважно, в каком возрасте, и вообще. Вы мне напомнили ту песню про бегемота, нету талии, его по морде били чайниками, научили танцевать. Нет, это неправда, я считаю, что любой человек может делать то, что он хочет, неважно, как он выглядит. Есть какая-то потребность, вот, в этом движении, в каком-то физическом, именно, неутилитарном движении, пойти куда-то, или для того, чтобы похудеть, или еще чего-то. Танец, по сути дела, это чистое искусство, нету никакой пользы от него. Ну, почему физическая активность, почему, это очень хорошая, смотря на какой танец. И смотря как часто заниматься. Смотря как часто заниматься. От танго мужчина сильно не худеет. Ну, да, но это же социализация, тоже вы ходите на танго, вы знакомитесь с новыми людьми, с какими-то интересными, с разнообразными людьми, поэтому. Обычно на танго ходят со своими, со своими парами. Ну, либо со своими парами, да. Да, это очень интересно, что есть такая потребность, действительно. Люди засиделись сильно. Ну, и какая у вас мечта? Вы хотите свою студию? Ну, да, я бы хотела, да, я очень люблю с детьми работать, да, и я бы хотела, да, этому обучать, в этом быть, в этой сфере, да, так что. Как хореограф, как вы относитесь к этому танцу Wednesday? I will dance with my hands. Это мейнстрим, это прикольно, это весело, это. Но она изобрела свои движения, вы не думаете изобрести свой танец? Ну, если у меня что-то в голову такое пойдет, идея, почему нет? Всегда, да. Мне показалось, это действительно прикольно, что она взяла, изобрела вот свои движения, которые всем очень понравились. Да, да, это здорово. Я не знаю, можете ли вы обрезать видео или нет, прошу прощения, что перед вами, мне просто нужно уже идти. Ничего страшного. Большое спасибо, было очень интересно. Спасибо большое, да. Спасибо. До свидания. До свидания.